Сегодня у меня в руках невероятно скандальная палетка теней, и я сейчас говорю о палетке Morphe, которая была выпущена с известнейшим блогером американским Jaclyn Hill. Не успела эта палетка выйти, как сразу поползли какие-то слухи, сплетни. Кто-то эту палетку обожает, как будто это самое лучшее, что только они держали в руках. Кто-то эту палетку ненавидит, обзывает Jaclyn Hill в гуни, обвиняет в том, что она притворщица, и на самом деле эта палетка абсолютно не заслуживает никакого внимания. Поэтому, откровенно говоря, когда смотришь американские обзоры, то даже не знаешь, чему верить. Поэтому сегодня мы с вами точно разберемся, где собака зарыта, стоит ли эта палетка ваших денег, стоит ли она вообще внимания. И в сегодняшнем видео будет не просто обзор, я вам буду показывать лайв-свотч, который я буду при вас делать пальцем и кистью. Это, мне кажется, достаточно информативно для того, чтобы действительно понять, насколько тени пигментированы, как они наносятся, какие оттенки пляшивят, какие оттенки классные. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео, и вы меня в подписках своих не потеряете. Начну с того, что скажу, что эта палетка стоит 38 долларов, это гораздо дороже, чем стандартные палетки, которые выпускает компания Morphe. Джеклин сказала, что в этой палетке совершенно другая формула теней, что Morphe еще ни разу не выпускал настолько крутые тени, и из-за этого цена, соответственно, выше. На данный момент эта палетка полностью распродана, и она распродалась, как горячие пирожки, за 40 минут ее не стало. И я впервые с таким столкнулась, что когда оформляешь заказ онлайн, то страница начинает грузиться, и писать, что вы находитесь в живой очереди. Как только, мол, до вас дойдет дело, тогда вы сможете заплатить, но при этом не обновляете страницу, иначе ваша очередь потеряется. Сумасшествие просто творилось, я 20 минут сидела в очереди, как бы вот этой вот онлайн-очереди, для того, чтобы заказать всю же эту палетку. И хорошо, что это удалось, потому что это действительно, мне кажется, значимое событие на YouTube, выпуск вот такой вот палетки. И наверняка многие из вас интересуются компанией Morphe, что это вообще за бренд, стоит ли на это тратить деньги. Поэтому я сегодня постараюсь максимально объективно подойти к этому вопросу. Ну и давайте приступим. Значит, что касается внешней упаковки. Идет это все упаковано вот в такую обычную картонку. Картонка, откровенно говоря, дешевская, то есть ничего в ней интересного нет. Единственное, здесь вот такой вот с эффектом фольги написано имя Джеклин Хилл, и также логотип компании Morphe. Сзади фотографии Джеклин Хилл. Единственное, нужно отдать должное, что Morphe упаковывают палетки вот в такую вот двойную пупырчатую пленку. И за все время, что я сталкиваюсь с Morphe, еще ничего не приходило побитым. Поэтому вот это как бы плюс. Что касается внешней упаковки самой палетки, то она выполнена из картона. Крышка закрывается на магнитик. Что касается внешней упаковки, она у меня в принципе не вызывает никаких эмоций. Я не могу сказать, что она мне слишком сильно прям нравится или не нравится. Нормальная вполне палетка. Многие жалуются, что из-за того, что эта палетка такая прям белоснежная, она сразу будет пачкаться. Здесь я могу согласиться. Я очень рада, что Morphe все-таки обновили упаковку для этой палетки, и она выглядит вот так вот. Потому что если бы за 38 долларов они бы выпустили в стандартной такой вот черной пластиковой упаковке а-ля AliExpress, то я, конечно, была бы намного более недовольна. Что касается содержимого, то здесь сверху на крышечке зеркала нет. Здесь есть небольшое послание от Jaclyn Hill. И что касается оттенков, которые сюда входят, то здесь 35 оттенков. И гамму вы сейчас можете наблюдать на видео. Это просто потрясающая растяжка вот таких вот нейтральных тонов, как матовых, так и шиммерных, так и сатиновых, так и металлических. Преимущественно в палетке теплые оттенки теней. Но также, что важно, Jaclyn не побоялась сюда включить и какие-то яркие акценты. Здесь 4 оттенка, которые сразу привлекают внимание вот в этот вот левый нижний угол. Давайте теперь с вами пройдемся, посвочим, потому что наверняка вас как раз-таки это больше всего интересует. Первые 2 ряда, они такие совсем вот базовые и, возможно, даже дневные для дневного варианта макияжа. Чем ниже мы спускаемся, тем более эксцентричная она становится, тем более темная и глубокая тоже она становится. Что же касается первого ряда, то здесь первые 2 оттенка сатиновые, такие светлые, переливающиеся, в принципе, достаточно базовые. И также я базовыми могу назвать и последующие 2 оттенка. Один немножко более теплый, второй немножко более, не то чтобы холодный, но немножко более нейтральный. И последние 3 оттенка металлические, все они немножко розоватые. Во всех трех в той или иной мере присутствует вот такой вот розовый пигмент. Что же касается второго ряда, то здесь мы найдем наши, наверное, базовые вот такие вот растушевочные оттенки. Очень много здесь матовых, аж 5 оттенков матовых. И мне кажется, что как раз таки во втором ряду находятся те оттенки, к которым чаще всего будет тянуться рука, потому что они не слишком темные и в то же время достаточно заметные будут навеки. В этом ряду абсолютно все оттенки в теплой гамме матовые. И начинается этот ряд с такого светловато-желтовато-горчичного оттенка и заканчивается кирпичным. Все оттенки очень применимы в макияже, то есть в зависимости от того, что вы хотите, те вы, собственно, и выбираете. Что касается последних двух, то последний оттенок в этом ряду, вот именно такой вот красивый металлический золотой оттенок, который тоже очень базовый, перед ним красновато-бронзовый. В третьем ряду как раз таки мы найдем средние оттенки. Единственное, первый оттенок, он тут достаточно светлый, и это очень интересный оттенок, вот именно светлый, такой металлический. Так вот даже сходу трудно его описать, он такой немножко сероватый, немножко золотистого какого-то перелива, и в то же время и серебряного перелива я в нем вижу. Сложный цвет и очень-очень красивый. Что касается матовых оттенков, которые вот в этом среднем ряду, то они уже достаточно темные, то есть с помощью даже вот этих вот матовых теней можно достаточно сильно затемнить макияж. Здесь потрясающей красоты, просто терракотовый оттенок. Единственный вопрос у меня здесь к такому коричнево-бордовому оттенку, он немножко плешивит, и вообще на ощупь он более сухой, чем остальные тени. Что же касается предпоследнего ряда, то здесь мы видим очень глубокие тона. Это потрясающий просто красоты фиолетовый металлический оттенок. Я даже не ожидала, что он будет именно такого качества, потому что, как вы видите на свотче, он наносится просто невероятно, при том, что фиолетовые тени обычно хромают своим качеством. Но вот как раз-таки синий здесь больше плешивит, и когда набираешь его на палец, он выглядит очень сатиновым, вот таким вот прям как будто он переливается, но переносится он плохо на кожу, здесь явно нужна будет база. Дальше мы видим разные варианты бронзы, и потом коричневый немножко с таким вот как сливовым подтоном. Опять-таки тоже он плешивит этот оттенок, не очень качественный, и тоже суховат по ощущениям. Что же касается последнего ряда, то здесь просто феноменальный красоты аквамариновый оттенок, а за ним следует достаточно странный оттенок, я бы его назвала такой оттенок зеленки. Странный выбор для этой палетки, но тем не менее здесь он есть. Дальше идет очень насыщенный темно-зеленый, такой лесной зеленый металлический оттенок, и за ним следует матовый темно-зеленый оттенок. И последние три оттенка это то, что максимально может затемнить ваш макияж. Нейтральный коричневый оттенок, очень темный. Дальше идет темно-баклажанный оттенок, и опять-таки он немножко суховатый, немножко плешивит. И заканчивается палетка черным оттенком, и черный как раз-таки потрясающего качества, очень пигментированный, легко наносится и не плешивит. Итак, стоит ли эта палетка, на мой взгляд, 38 долларов, и действительно ли она лучше по качеству, чем остальные палетки морфи? Я считаю, что все же качество действительно лучше, потому что раньше палетки морфи у меня абсолютно никаких эмоций не вызывали. У меня есть одна палетка, которой я не пользуюсь, она просто лежит. И я всегда, когда даже доставала ее, я всегда говорила, что тени морфи абсолютно посредственного качества. Вот единственный момент, которому я очень сильно хочу придраться, это стоимость доставки на сайте морфи. Потому что стоимость международной доставки просто какая-то неадекватная, и даже на одну палетку она стоит 31 доллар 20 центов. То есть, по сути, если вы захотите купить эту палетку, то вы ее купите не за 38 долларов, а почти за 70. Ну, мне кажется, здесь они немножко перегнули палку, потому что 70 долларов это все же какое-то сумасшествие просто. И что тоже интересно, раньше у них доставка стоила международная там 20 чем-то долларов. Как только вышла палетка Джеклин Хилла, они подняли стоимость доставки до 31 доллара 20 центов. Это очень много. Мне кажется, с такой стоимостью доставки это просто провал. Свою вот эту палетку я доставляла через США. Если вы не знаете, у меня есть сервис по совместным покупкам в США и в Европе и в Китае. Если вы решите что-то заказывать с сайтом морфи, я вам очень рекомендую пользоваться услугами посредника. Можно и моими услугами. Потому что мне доставка обошлась где-то от 10 до 15 долларов где-то вот в этом промежутке. То есть, я не платила 32 доллара за доставку. В два раза дешевле, грубо говоря, даже больше, чем в два раза дешевле. У меня получилось ее себе привести. Что же касается того, одобряя ли я эту палетку или нет, могу ли я ее рекомендовать, то я бы сказала, что рекомендовать я ее могу. Особенно тем, кто понимает, что вот эти оттенки не залежатся. То есть, 100% вы их будете использовать. Конкретно для меня это моя гамма. Единственное, что я бы здесь убрала, это, наверное, вот этот вот зеленочный оттенок. Может быть, я бы заменила на матовый желтый, цеплячий желтый оттенок. Мне кажется, что он бы здесь классно и выигрышно тоже смотрелся на фоне всех остальных тонов. Но, тем не менее, мне кажется, что палетка очень удачно сформирована. У меня особо не к чему придраться. Здесь 17, кстати, матовых оттенков и 18 остального финиша, то есть, либо сатиновые, либо металлические. В матовых оттенках есть абсолютно все, что может только понадобиться, какой бы вы макияж не делали. Что касается металлических теней, то здесь, опять-таки, лучше всего их наносить либо пальцем, либо, когда наносите кистью, то совсем слегка, знаете, их вот так вот как потревожить кистью, очень легкими движениями, иначе не наберутся эти тени на кисть. Я сегодняшний макияж полностью выполняла кистями, то есть, я там нигде пальцами не подмазывала, не размазывала. Кстати, этот макияж я вам покажу в следующем видео. Он полностью сделан тенями вот Morphe и Jaclyn Hill. На мой взгляд, палетка получилась удачной и даже с намеком на профессиональную деятельность. Вот, в принципе, профессиональным визажистам я вполне могу вот такую вот растяжку теней порекомендовать. Тем более, что качество действительно неплохое. Если вы пока не можете позволить себе ничего другого, то это как вариант. Тем более, я, в принципе, могу сравнить качество этих теней с тенями Colourpop, которые я собираю индивидуально. И даже если учитывать тот факт, что цена выросла и эти тени стоят дороже, чем другие тени на сайте Morphe, то все равно Morphe остается одним из самых бюджетных брендов, потому что общий вес теней просто огромный. Здесь 56,2 грамма. Это очень много. И если учитывать цену именно за грамм теней, то это один из самых бюджетных брендов. Как я уже сказала, на данный момент эта палетка полностью распродана, но 18-го числа она снова появится в наличии, ее можно будет заказать. Если вам понравился мой обзор, обязательно поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропускать мои видео. И, как я и сказала, в следующем видео будет макияж с этой палеткой, который вы сейчас видите на мне. И если этот макияж вам понравился, то, конечно, имеет смысл вернуться через пару дней и это видео посмотреть. Тем более, лишняя будет возможность посмотреть тени в действии, то есть, как они тушуются, как они наносятся и все, что, в общем-то, с этим связано. На этом я буду с вами прощаться и мы увидимся с вами в следующих моих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!